Здравствуйте, я психолог онлайн школы номер один Гольштейн Кира Владимировна. Наша онлайн школа номер один это образование в любой точке мира с аттестатом государственного образца. И сегодня я бы хотела поговорить на тему, как сообщать детям о плохой новости. Мы с вами уже поговорили о том, как отвечать на трудные вопросы детей. Мы с вами поговорили о том, как разговаривать об отношениях и о любви. Но в нашей жизни случается не только радостные события. Любые события, даже самые плохие, это часть нашей жизни и та часть, которую мы не должны скрывать от наших детей. Какие-то события, ну например, это смерть кого-то из близких, это тяжелая болезнь родственников, это смерть домашнего питомца, это грядущий развод мамы и папы, это потеря работы кого-то из родителей. И обо всех событиях, которые так или иначе связаны с ребенком, конечно, нужно в той или иной форме ему рассказывать. Когда у родителей встает вопрос, говорить ли ребенку или не говорить о той или иной тяжелой ситуации, сразу же возникают вопросы и сомнения. Он еще маленький, давай его не будем травмировать, давай оградим его от наших проблем. Придет время и мы ему расскажем. Мы холодеем от одной мысли о том, что нам придется донести до ребенка то, от чего мы сами справиться иногда не в состоянии. Мы начинаем предполагать реакцию ребенка, он будет шокирован, он впадет в депрессию, он не сможет пережить это. Мы составляем сценарии, которые на самом деле могут и не быть. Честность это самое лучшее, что может быть. Если в вашей семье случился кризис, расскажите ребенку об этом как можно скорее, потому что в большинстве случаев дети переживают эту проблему гораздо легче, чем мы, в силу того, что у них нет того жизненного опыта, который есть у нас и у них больше уверенности, что в конце концов все будет хорошо. Почему нужно разговаривать с детьми не только о хорошем, но и о плохом? Дети все понимают, видят, слышат и чувствуют. Они моментально считывают то тревожное состояние родителей, в котором те пребывают. Они это понимают, но не понимают причины этого. Это лишает их чувство безопасности и стабильности. Это запускает развитие фобий, неуверенности, заниженной самооценки и повышенной тревожности. Детская фантазия не имеет границ. Если ребенок чувствует что-то неладное, то он сразу же начинает фантазировать. Ну, например, если мама и папа ходят грустно и не разговаривают друг с другом, он предположит, что случилось что-то плохое и они друг с другом поссорились. А на самом деле причиной этому может быть совершенно другая ситуация. Дети склонны искать причину любых изменений в семье внутри себя. Например, если мама с папой скандалят и у них во время этих ссор проскальзывают фразы «надо о ребенке позаботиться» или что-то подобное, ребенок понимает, что он в этом замешан. И он, конечно, разрабатывает план по спасению своей семье, но он не понимает, почему у него ничего не получается. И все было бы хорошо, если бы родители вовремя ему сказали «У нас есть с мамой и папой недопонимание, с мамой и папой свои разногласия, но ты тут ни при чем. И в любом случае мы тебя любим и останемся всегда твоими родителями». Травма от неожиданной неприятной новости и ее последствиями. Ну, например, ребенку никто не говорил о смерти близкого человека и спустя какое-то время он об этом узнал либо от родителей, либо вообще от какого-то постороннего человека. Конечно, у него могут начаться обиды на то, что ему вовремя не сообщили, что он вовремя не смог попрощаться с этим человеком. И, в принципе, обиды на то, что от него все это скрыли. Ну и самое главное, родители должны объяснять, что в жизни есть не только белое счастье и радость, но еще и черное, грусть и потери. Но не только объяснять, но еще учить, проживать эмоции, подстраиваться под те изменения, которые предоставляет жизнь, проживать и справляться с трудностями и неприятностями. И помните, если вы растили ребенка в тепличных условиях, то во взрослой жизни или вне дома он может оказаться не готов к той реальности, с которой столкнется. Это может нанести вред его психике, зависимости, психические расстройства, комплексы. Это все то, с чем он может столкнуться в реальности. Во-первых, определитесь, кто эту новость будет сообщать. Если вы чувствуете, что вы не в состоянии, что ваше эмоциональное состояние нестабильно, попросите помощи другого члена семьи. Это должен быть человек, который донесет до ребенка всю информацию и еще морально его поддержит. Что конкретно сказать? Продумайте заранее. Может быть, не стоит вдаваться в мельчайшие подробности о том, что случилось. Достаточно общей картин в целом. Как подобрать слова? Разговаривайте с детьми согласно их возрастным особенностям. Ну, например, если мама и папа разводятся, не нужно вдаваться в подробности и рассказывать об изменах одного члена семьи или какие-то другие пикантные подробности. Просто сообщите о том, что мама и папа перестали друг друга понимать, поэтому больше не могут вместе находиться. Но опять же таки, как я уже сказала, мама и папа всегда будут любить тебя и ты всегда останешься любимым ребенком. Важно говорить о том, что вы чувствуете. Не стоит делать вид, что ничего не происходит. Вы живой человек и ребенок тоже это понимает. И не надо впадаться в другие крайности, когда вы вываливаете на ребенка все свое эмоциональное состояние, все свои обиды, которые накопились, может быть, со временем и так далее. Ребенок тоже не должен быть громоотводом в этой семейной ситуации. Чтобы справиться с горем, ребенку нужно его пережить. И вы, как никто другой, знаете своего ребенка. И, возможно, ваши жесты будут красноречивее ваших слов. Подойдите к ребенку, посидите вместе с ним, обнимите, помолчите. И, может быть, это будет гораздо легче, чем если вы будете что-то постоянно ему объяснять. Доносите до ребенка, что вы его любите, что вы будете с ним в любых жизненных ситуациях. Что жизнь продолжается и впереди будет много прекрасных мгновений. Дайте ему время и примите его собственный выбор справиться с болью и горечью. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами и задавайте ваши вопросы. До новых встреч!